Простите, вы не можете войти, пока не будете полностью жилетозащищенным. Оу, это снова вы? Ага. Как вы видите, я жилетозащищенный. Я сделал, как вы сказали, в прошлый раз. Не совсем. Мы изменили определение понятия «полностью жилетозащищенный». Теперь вам нужно носить еще один спасательный жилет для того, чтобы считаться полностью жилетозащищенным. Что? Ага. Теперь мы требуем дополнительный спасательный жилет. А что с этим не так? Он абсолютно не отвечает требованиям. Люди уже носят спасательные жилеты. Потому что вы настояли на этом. И теперь вы требуете, чтобы мы надели еще один жилет? Это ненормально. Кроме того, я не вижу нигде воды. Мы открыли новый тип воды, окружающий вас. Пар. О, это абсолютно нормальное состояние воды. Не нужно из-за этого сходить с ума. Но люди могут намокнуть из-за него. Но люди не могут утонуть из-за него. Но он также связан с нами. Наденьте жилет, иначе я вас не пущу по причине жилета незащищенности. Нет. Я уже в спасательном жилете. Со мной все в порядке. Сэр, вы подвергаете себя смертельной опасности утопления. Жилет, который на вас не будет работать, пока вы не наденете еще один жилет. Кроме того, вы подвергаете угрозе утопления окружающих. Все его спасательные жилеты не будут работать, пока к уже имеющемуся спасательному жилету вы не наденете еще один спасательный жилет. Ваши слова звучат все больше и больше антинаучно. Я есть наука. Если жилет настолько бесполезен, зачем мне вообще понадобилось надевать его? Потому что он очень эффективен при защите от утопления. Позвольте мне прояснить кое-что. В чем вы пытаетесь меня убедить? Вы так сильно хотите защитить меня от утопления, что убеждаете, что лучше этого жилета ничего нет и его нужно носить все время? Так точно. И в это же время вы говорите, что он работает так ужасно, что мне нужно надевать еще один каждые шесть месяцев? Да, все верно. Я рад, что вы понимаете. Складывается впечатление, что ваши спасательные жилеты просто не очень хорошо работают. Я бы не говорил об этом так много, иначе мы бы забрали вашу свободу слова. У вас были проведены исследования, доказывающие, что ваши жилеты действительно защищают и безопасны? Конечно. И у вас есть данные, подтверждающие это? Разумеется, нам нечего скрывать. Могу я взглянуть? Конечно. Мы будем рады представить их вам через 75 лет. 75 лет? Почему так долго? Просто на обобщение данных, которые мы уже обобщили, уходит слишком много времени. Тем более мы используем ксерокс. Вы когда-нибудь пользовались ксероксом? Эта штука все время ломается. В общем, сам процесс займет три четверти века. А разве нельзя хранить данные в цифровом виде? Наденьте еще один жилет сейчас же. Или? Или что? Или я всем скажу, что вы противник жилета защищенности? Да, я люблю спасательные жилеты. Я считаю, что они ко времени и к месту, но я также думаю, что это выбор каждого. Я против принудительной жилета защищенности. Вы самый настоящий противник жилета защищенности. Да нет же, я просто... На самом деле есть словарь, где мы поменяли понятие противник жилета защищенности, и теперь это любой человек, кто против наших указаний. Оу, так вы меняете язык? Да, это власть главного спасательного жилета. Впечатляет? Это ужасно. А вы знаете, что еще ужасно? Вода! Я не боюсь воды. Статистический риск очень низок. А что насчет новой формы воды, еще более мокрой, чем раньше? Меня это не пугает. Наденьте жилет. Сейчас же. Я вам серьезно говорю. Я больше не боюсь воды. Это то, с чем человечеству жить. И я думаю, нам стоит продолжать жить вместо того, чтобы останавливать свою жизнь и спасать ее. Так что спасибо, но мне и так хорошо. Вы заслуживаете смерти. Что? Это наука. Какие у вас проблемы? Знаете, мне кажется, вы не хотите, чтобы мы превратили вашу жизнь в ад, ограничив вашу свободу, чтобы защитить вас же самих. Для этого нужно, надеюсь, спасательный жилет. Вы когда-нибудь слышали про Нюрнбергский кодекс? Неа, никогда. Это международный документ, созданный для защиты людей после нацистских процессов. Вы не будете допускаться в публичные места, если на вас не будет надет дополнительный спасательный жилет. Мы запретим вам покупать еду, владеть вещами и видеться семьей. Вы собираетесь запретить мне видеться семьей? Ага, все верно. Но, как я сказал ранее, если вы наденете еще один жилет к имеющимся, тогда вы можете видеться с ними. Но вам все равно нужно будет носить спасательный круг, когда вы с ними. Какого черта? Если мне нужен круг, когда я с ними, тогда зачем мне надевать дополнительный жилет? Разве он не должен работать? Я действительно не понимаю, к чему вы клоните. Вы ненормальный. Вы предлагаете надеть мне еще один спасательный жилет для моей же защиты и снятие ограничений, которые вы же и ввели, и пытаетесь убедить, что это нужно для защиты? Послушайте, вам нужно, чтобы вас защищали от всего этого. Это очень ценная защита. Нет! Слушайте, если вы не хотите, чтобы вас ограничивали при посещении публичных мест, при покупке еды или вещей, при посещении вашей семьи до конца вашей жизни, то наденьте еще один жилет. Нет! Да! Нет! Надевайте! Нет! Надевайте или пожалеете об этом. Ладно, хорошо. Я надену этот чертов жилет, но только для того, чтобы моя жизнь стала снова нормальной. Теперь я могу вернуться к своей обычной жизни. Разумеется, наслаждайтесь. Спасибо. У вас все в порядке еще пять минут? Пять минут? Да, Министерство по спасательным жилетам только что сообщило, что еще один жилет будет необходим через пять минут, и в этот раз они действительно вас защитят. Нет, больше нет. Субтитры сделал DimaTorzok